здравствуйте я с западной сибири новосибирская область село киевка а вы где живете а я рядом с киевом живу рядом с киевом киевская область киевляне нахожусь под киевом данный момент а меня можно назвать киевлянином если я в киевке живу не знаю как вы себя называете называйте как хотите мы себя называем сибиряками так и называть я не против а вы себя украинцами называете идентифицирует как хочет попадается мне тут в беседе человек выходит якут чистокровный и говорит я русскими я с ним 15 минут разговариваю объясни мне почему ты русский у тебя тут я русские русские отпадут я русского понял ты мне доказал что ты настоящий русский но у него ментальность русская а ментальность русская да так вот допустим во франции все французы араб он негр он кто он все французы молодежная франции по футболу вот она сейчас я скажу какая мало мало кто знает что там был чемпионат европы 19-летний французы 19-летний французы там ни одного белого сборной франции 19-летний они в финале испанцам проиграли 19 лет но это буквально несколько дней назад было воскресенье там или когда ни одного белого ни одного белого все или черные или такие затемненные мало кто знает но до конца 19 века вот эти сейчас которые все французы они были нормандцы фламандцы бургунцы шампаньцы и вот такие вот а все они были поголовно а никаких французов не было только в конце 19 века с появлением такой вообще идеи как нация стали они все вместе французами я вам хочу сказать все нации все нации практически все нации зародились девятнадцатом веке но это сама идея девятнадцатом веке итальянцам не было сама идея итальянская республика появилась они считаются наследниками римской империи итальянцы французы рома румыны романия романи они считают себя наследниками великого рома рома да 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 они на русский язык румыния переводится как римляне да 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 римляне они считают себя наследниками великого рима и так далее и тому подобное а генетики а вот генетики старые нации того как кого можно отнести к старым нациям это там греки да то те же самые британцы они это молодая нация абсолютно но это нация а есть еще этносы этнос народ нас дает нас нация а вот и народ это немножко другое государственностью государственностью понимаете нация да а вот народ это другое это этнос вот вот у нас очень любят говорить у нас очень любят говорить за украину говорю украина существовала такая страна украина страна это территория страна эта территория украина существовала там со средних веков, где-то с 15-16, когда люди, которые жили на этой территории, начали себя идентифицировать, называть украинцами. И там уже писать, подписываться украинцам и украинцам. А кто подписался? А сама нация появилась. А сама нация появилась украинцам с утверждением государства. Когда государство появилось... Я хочу уточнить, а кто подписался украинцам? Ну, там писали из-за Богдана Хмельницкого, украинец. Потом первое было в начале 17 века. Студентам в Европе подписал украинец и так далее. Начали идентифицировать себя в Украине. Украина, название появилось раньше. Сама территория, которая... Территория называлась Украиной. А государство появилась нация. Появилась гораздо позже. Уже как нацию себя начали идентифицировать. В 19 веке начали там... Появились уже труды и так далее. В русской нации в русский вообще появилось само слово русский. И в паспорте русский появилось только при Сталине. В 30-е годы. Послушайте, послушайте, пожалуйста. Вот что я я открыл. У нас же сохранилось письмо в оригинале Богдана Хмельницкого, которое писал он Алексею Михайловичу. Вот что... Алексею Михайловичу. Я я зачитаю. Я зачитаю. И мы Богдан Хмельницкий гетман войска Запорожского и все войско Запорожское иному неверному царю служить не хочем. Только тебе великому государю православному бьем челом, чтоб не оставляли нас. Король польский со всей силою ляцкою идет на нас. Погубите хотя веру православную церкви святые народ православный христианский из малой России. И мы то вес натяничи твоему великому государству послали, если к тебе великому государю посланца нашего Герасима Яковлева с товарищи молящиеся прилежно присветлому твоему лицу государскому, чтоб твое великое государство и сильную ратную нам рукою помочь послать изволим. А мы миритесь и не будем с королем да милостивым вести от твоего великого государства. Только скоро уявите нам милость свою и посланца нашего не задержав отпустите изволь бьем челом. А нет не подписывается он украинцам. Малая Россия пишет. Говорит что он малороссиянин. Пишет Богдан. Что? Малороссиянин он пишет что? что ты бред несешь да это вот письмо вот письмо 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 а оно в музее лежит письмо письмо в музее лежит в музее дедушка ну не пригорай не пригорай мой хороший не надо на правду не обижаются какой-то херню сочинил и сидишь тут рассказываешь не я сочинил это Богдан Хмельницкий сочинял это Богдан Хмельницкий сочинял не я дедушка не пригорай мой хороший дилду не надо не пригорать а вот сейчас еще открываю документик называется вечный мир между Россией и Польшей он хранится в Польше в музее и у нас в России тоже он на русском и на польских языках на украинском языке к сожалению нема такого а вот на русском и на польском имеется трактат заключенный в Москве полномочными польскими послами с российскими боярами о вечном мире между обеими государствами о царских и королевских титулах об уступке в российскую сторону городов Смоленска Росславля Малая Россия Киева и прочих опять какая-то Малая Россия тут фигурирует откуда взялась что за Малая Россия такая скажи мне ты больной на голову или что так я вам документы читаю исторически дедушка вы что нету таких документов ты на этом языке ну это у вас нету а у нас есть у нас есть история которой у вас нету все у вас нет документов все правильно нету даже фу бля ты скажи мне сзади тебя флаг дедушка не гори дедушка не гори с какого по какому существовал этот флаг не хочу говорить и не буду а ты не знаешь потому что нет я я знаю я то все знаю но говорить но говорить не хочу потому что ты не дед ты не знаешь я тебе скажу любую дату и все равно ты не знаешь дед любую дату могу тебе сейчас сказать вот просто вот так вот от балды когда тот флаг отменил николай второй когда отменил николай второй его не николай второй отменил николай второй отменил нет николай нет николай второй Сука, свинья, блядь, русская. А ты мне скажи, пожалуйста, русская свинья, почему последние сто шесть... Дед, ну не пригорай ты, дед, не пригорай. Дед, ну ты с утра будешь вставать, вот так вот в зеркало смотреть и говорить, русская свинья, не пригорай, понимаешь, дед, сам на себя ты будешь говорить. Вырусь, позорная старая. Все. Здравствуйте. Привет. Я в Западной Сибири, село Киевка. А вы где живете? Ух ты, еще село так Киевка. Да, Киевка, да. Я... Украина, город Днепр, можно сказать, центральная Украина, центрально-восточная, где-то там чуть-чуть смещен. А вот это в каком году переименовали у вас? То ли в семнадцатом, то ли в восемнадцатом. Ой. Не помню. Да, что это, по-моему, в восемнадцатом. А вот на тот момент, как вы это воспринимали? Вы за, были против или вам нет никакой разницы? Ну, если бы ты знал, кто такой Петровский. Вот все думали, что это в честь Петра назвали, да, город? Или как ты думаешь, в честь кого его назвали? А был такой Петровский. Почитай за его биографией. Нет, у вас же Днепропетровск, он изначально назывался Екатеринослав. Днепропетровск он уже стал в советское время, а он Екатеринослав назывался. Ну, когда-то был Екатеринослав. Ну, а название говорит само за себя, прославляющий Екатерину. Ну. Ну, вот, кстати, вот тут меня поразила, вот, ну, как нелогичность и непоследовательность. Я приехал в город, да, и сказал этому Потемкину строй, там была у нас крепость Кодак, было поселение, она приехала на левую сторону Днепра, сказала, здесь начинайте строить город, и пошла она. И город построили, да? Указ на издала. Он уже там был. Не-не, там крепость, не-не, крепость была, крепость-город это разные вещи. И поселение, вокруг крепость-город. Ну, поселение, ну, это же не город. Ну, ну, село было, а что с такой? Ну, село, ну, вот, а стал город, вот один указ, росчерк пера великого человека и город целый. Так, сказал Самококадесы, там была крепость Хаджибей, была еще турецкая. Ну, она была рядышком, и она была в довольно запущенном состоянии, а Одесса, она строилась именно как торговый порт. Порт, а она подписала указ, чтобы построить порт. Да, порт и город. Соответственно, как только там стал порт, город получил огромное развитие, потому что любой порт, это, ну, портовые города, они всегда богатые. Как Владимир Владимирович сказал, Одесса, русский город и немножко еврейский, да? Владимир Владимирович Путин. Русский город и немножко еврейский. Не у вас, мы же так говорим, да? Да. Ну, все, по-моему, по факту, это очень четкое определение города Одессы. Ну, я не знаю, все смеются, все смеются. Вы наберите на ютубе, ну, наберите на ютубе, иностранцы смотрят шутки Путина, там какие-нибудь, там всякие-нибудь иностранцы, там, они смотрят шутки Путина, в переводе на английский. Там миллионы, там сотни тысяч, там миллионы просмотров на этих видосиков. Они хохочут, им все очень смешно. Так, а у них, понимаешь, у них чувство юмора, это такое, знаешь, кто-то здорового дядьку кинул шарик пластиковый, они ха-ха-ха-ха смеются, это для них так смешно, понимаешь? А, вот это еще смешнее, Путин, шутки Путина. Путин, это очень, он очень острословный человек, он очень мемный человек, уже сколько мемов, вот, например, такой вот мем есть, почему? Потому что. Не помните? Его там спросили, а он потому что, потому что. Какая у него шуточка мне понравилась, напомню, если бы у бабушки было и... Были брюки? Она была бы дедушкой, что-то типа того. Ну, это не шутка, это же такая, ну, поговорочка такая, причем русская и достаточно старая. Это поговорка, да? Да, 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 да. Если бы бабушка носила штаны, она бы называлась дедушкой. Или еще есть такая, если бы до кобыт, то в борту росли грибы, то был бы то не род, а целый огород. А вы вообще, как вот относитесь к пословицам, к поговоркам? Ну, как? То, слышишь, вот этот фильм, как это, брат или братва в фильме, вот это, там, есть целая подборка вот этих поговорок, вот этого, бандюка вот этого, тот, что заказывал. Татарина, вспомни. Мне очень нравится момент во второй части, когда он прилетел, и там вот два вот этого западенщины, вот эти... Москальмане не земляк. Прямо мне смешно. Я каждый раз чупандыровец. А как вот вообще, а вы украинский язык знаете вы, украинский язык, знаете, мову? Действительно, могу размовляти украинский. Размовляете, ага. Слушайте, а вот пословицы и поговорки украинские. Ой, багато є. Ну, багато, багато. Вот у нас... У нас русскомовный город, я с дитинства на русском мове размовлял, я по всему украинска. Зараз я уже пытаюсь себя прочувать, вот где там, вылазь, объявы, продаю там товар. С клиентами я на украинском море. А вот пословицы и поговорки, я вот это к чему? Вот, например, у нас в России, ну, как вообще, у русских, у нас очень много поговорок про Русь. А вот на Украине есть хоть одна поговорка про Русь украинскую? За Русь хоть уж Русь. Да, ну нет, это же... Ну вы это что попало? Вы вот зачем вот это... Вы вот сейчас взяли вот планку нашего прекрасного разговора, сразу на три ступени понизили. Ну это же не народное, это какая-то вот ерунда. Это, понимаете, это придумал какой-то идиот и вот... Нет, я с фольклором, я плохо сказал. Тем более... Вот, например, вот у нас такая поговорка, вот, на Руси не все караси есть ерши. У нас огромное количество. Ну как-то вот это очень, мне кажется, странным, как так сложилось. Чтобы вроде бы две части одного народа и вот так вот. Ни былины у вас не сохранились, ни поговорки, вот нигде у вас в Русь... Когда Котляревский, кстати, я на улице этой живу, когда Котляревский написал Энеиду на украинской мове, Пушкин еще родился через год только. Это же не была тогда украинская мова. Это не была украинская мова. Это нельзя назвать украинской мовой. Это южно-русский диалект, да, можно. Потому что у нас этих диалектов было в Российской империи. Вот, чтобы... Так, для представления. Только письм... Ну, только систем письменности в Российской империи было 26 штук. 26 систем. Потому что у вас русский язык, он искусственный язык. Это по... Не-не-не, это по всей Российской империи. Это не только вот в рамках современной Российской Федерации. Это вот и в Малороссии, в Новороссии, везде. Вот это на войну собирались с курками или куда их собирались, говорит. Привезли казанские, они не понимают тверских или там таких, понял, ну из разных губерн. Ну нет, ну это вы наговариваете, это вы наговариваете. Могли не понимать, могли не понимать, только вот у нас вот, у нас были осколки Золотой Орды когда-то. Ну типа вот сибирская, сибирские татары, казанские татары, астраханские татары. Вот они, вот они могли не понимать. А русские люди, русские люди понимали друг друга вообще спокойно. Даже сейчас большое для вас открытие. В веке так в 17-м, например, Малороссийский южный диалект от какого-нибудь Рязанского диалекта не отличался практически ну ничем. Вот совсем ничем. А Крижанец в каком году придумал русский язык? Тысячу. Русский язык он не придуманный, он природный. Какой он природный? Ну давай сейчас проверим. Ты вот в своем скрепном Яндексе набирай, открывай Яндекс, у тебя окошко есть свободное. Набирай. Искусственные языки мира. Я тебе скажу, опускайся на 52-ю цифру, под 52-м номером там все написано. А знаете, когда первый раз была написана первая грамматика русского языка? Первая грамматика русского языка, знаете, когда была написана? И кем? Подожди, разговор дальше не пойдет. Или ты признаешься, что ты балабол, и мы пойдем дальше? Нет, я вам скажу, что вы можете себе написать 6 языков международного общения, и вы там сильно удивитесь. Я за это с тобой речь не веду. Я тебе хочу сказать, что русский язык, это искусственно созданный язык. Крижаничем. Крижаничем. Хорватом, Крижаничем. А сколько слов он придумал? Ты читай, там все написано. Сколько слов он придумал? В каком году? Ой, я не помню в каком. 1600 или 1700. Не знаю. Я не знаю, я не помню. А первая грамматика русского языка, грамматика русика, написана была на латинском языке, издана в Оксфорте, в 1696 году. Так, а сейчас первый словарь. Первый словарь малороссийского диалекта был издан в Санкт-Петербурге в 1909 году. Вы о чем, дорогие наши украинцы? Курс, курс корабля. О, все, подгорел. Ну что же подгорел? Ну ты мой маленький, ну ты мой маленький. Хе-хе-хе. Я себя абсолютно веду нормально. Абсолютно нормально. Это вы, это вы сами понизили на два пункта. Наш с вами культурный диалог. Когда вы там придуманную цепсошниками херню сказали. Про зарусь обосрусь. Вы сами понизили планку этого диалога. И никто, кроме вас, в этом не виноват. И тем более мы не виноваты, что у вас нет ни единой поговорки про Русь. Ни одной былины у вас нет. Ни одной сказки у вас нет. У вас ничего нет. Нигде никакая ни Украина, ни украинцы, ни украинки нету не существовало. Ленин, отец вашей нации. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Сука. Да. А-а-а!